В древнем Новгороде этого святого, который жил когда-то в далекой Византии, считали покровителем посадников, выбранных руководителей Новгородской республики. В Костроме, в его честь, названа одна из самых известных русских обителей – Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь. Его имя носит и знаменитая Ипатьевская летопись, древние 600 русских летописей и законов. А в Абхазии вообще считают, что этот святой был родоначальником их древнейших родов и скончался непосредственно в Гаграх. Сегодня, 13 апреля, мы чтим День памяти святителя Ипатия, епископа Гангарского. Древние Гангры – это, конечно же, не абхазские Гагры, это ошибка. На самом деле, это современный турецкий город Чангары в 140 километрах от нынешней столицы Турции. Долгое время этот город был местом ссылок. Туда ссылали неугодных императорской власти архиереев и тех, кого лишали сана, включая патриархов. Немало, конечно, этот город видел и ссыльных еретиков, которых осуждали Вселенские соборы. Однако одно из самых известных имен, связанных с Гангрой – это все-таки имя святителя Ипатия. Мы не так много знаем о его жизни. Знаем, что он был участником Первого Вселенского собора. Тогда в церкви происходила драматическая борьба между еретиками, которые отрицали божественность Христа, и последователями православной веры. На Первом Вселенском соборе, как известно, восторжествовали православные. И вот после этого Великого собора, который прошел в городе Никея, епископ Ипатий, возвращался домой. Мы уж не знаем, кому он насолил, какому еретику наступил на мозоль, но те, кто не принял постановление Первого Вселенского собора, почему-то решили преследовать Гагановского архиерея. Это были какие-то настоящие фанатики, последователи раскольника и еретика Новато. Новоциане чрезвычайно строго относились к падшим. Они не верили в возможность покаяния после отречения, которое нередко происходило во время гонений. А их лидер, священник Нават из Карфагена, вообще отвергал власть местного архиерея, святителя Киприяна Карфагенского, и даже сам рукополагал дьяканов, не имея на то никакого права. По окончании Вселенского собора Новоциане почему-то устремились вслед за Ипатием, нагнали его где-то в какой-то пустынной местности и изранили всего мечами. Еле дышащего Ипатия бросили в болото, а затем раздробили его голову большим камнем. Когда жители Гангра узнали о случившемся, они отыскали мощи своего любимого святителя и захоронили его в городе. А после погребения на могиле священномученика Ипатия, епископа Гагнерского, происходили многочисленные чудеса. Его же молитвами «Укрепи нас, Боже!»